Добрый вечер. 20.06.Москве. Это программа «Археология» студии Сергей Медведев. 20.06. На календаре у нас 2 октября. Ровно 20 лет назад, 2 октября 1993 года, была такая же холодная пасмурная погода. Но Москва, в отличие от сегодняшнего дня, была гораздо более пуста. Город застыл. Застыл в предчувствии, застыл в ожидании. В ожидании гражданской войны. Которая и произошла 3-4 октября на улицах Москвы. Произошли вещи, которые мы до сих пор... Наш язык, он как-то не поворачивается. У нас нет четкого определения того, как нам назвать то, что произошло на улицах Москвы 3-4 октября 1993 года. Было ли это путь? Было ли это вооруженное восстание? Была ли это революция? Была ли это операция по восстановлению конституционного порядка? Была ли это гражданская война? Мы до сих пор не можем прийти к согласию о том, что произошло в те страшные дни 3-4 октября. Как мы и не знаем, сколько было убито людей на улицах Москвы. Официальные сводки 150 человек, источники оппозиции, источники близкие к Белому дому говорят о тысяче, о полутора тысячах человек. Нам это не дано знать. И точно так же в нашем официальном рассуждении об этом, в официальном дискурсе об этом существует некое слепое пятно. Эти события обходятся в официальных заявлениях. Эти события обходятся в учебниках истории. Мы даже не знаем, что думать и что говорить, что рассказывать нашим детям об этих событиях октября 1993 года. И чтобы немножко попытаться восполнить этот пробел, мы пригласили сегодня наших гостей, наших экспертов. Это Александр Морозов, главный редактор «Русского журнала». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, здравствуйте. Александр Черкасов, глава правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер. Добрый вечер. И профессор высшей школы экономики Андрей Медушевский. Добрый вечер. Ну, первый вопрос, который я хочу задать. Почему вы думаете такой заговор молчания фактически вокруг октября 1993? Ну, не заговор молчания. Существует, конечно, много литературы, особенно со стороны Белого дома, да, тех, кто защищал Белый дом. Но вот, скажем, в официальной позиции так мало говорится и в, собственно, в официальной истории России так мало говорится о 93-м годе. Александр Морозов. Ну, все-таки надо сказать, что, да, вы правы, Сергей. То есть, если взять в целом массив высказываний о событиях октября 1993 года, то там преобладает просто, ну, буквально продолжение гражданской войны. То есть, одни продолжают ярко аргументировать правоту, скажем, Ельцина, пусть даже это с оговорками. Другие, наоборот, остаются на позициях Верховного Совета и народной революции, как они ее мыслят тогда. Но, тем не менее, есть и высказывания достаточно нетривиальные. То есть, я вот в последние дни прочел с одной стороны роман Сергея Шаргунова, который только что вышел, 93-й год, с необычайно ярким описанием непосредственно событий. И, с другой стороны, интересную книгу издал Павловский, беседы с Гефтером 93-го года, которые тоже происходили в момент, когда уже кризис начался и состоялся. И я обратил внимание на интересный анализ Андрея Ларионова буквально на днях на Радио Свобода, где он, в общем, достаточно интересен. Это я к тому говорю, что не так безнадежно обстоит дело по части осмысления 93-го года с дистанции. Александр, ваша точка зрения, почему, есть ли вообще такой заговор молчания, некое слепое пятно? Знаете, у меня немножко специфическая точка зрения, потому что тогда по свежим следам событий, как раз по инициативе Михаила Яковлевича Гефтера, многие из тех, кто в событиях участвовал, в основном как санитара-добровольца, приняли участие в попытке общественного расследования. Мы сумели собрать материал, и, кстати, там за первый год, по-моему, около 2-2,5 тысячи публикаций суммарно набралось интервью, набрали кое-что для возможности объективного описания событий, но не закончили эту работу. Началась первая чеченская, этим нужно было заниматься, умер Гефтер. Но, так или иначе, много с чем тогда удалось разобраться. Другое дело, что насколько это интересно, насколько это востребовано. Потому что, действительно, в основании нынешней российской власти лежит 93-й год. Это события неудобные, прежде всего, для победителей были тогда, и никто не был заинтересован в объективном расследовании и освещении этих событий. Тем более, теперь, когда у власти у нас симбиоз, с одной стороны, силовиков, которые в 93-м году успешно побеждали, стреляя в Останкино или по Белому дому, а с другой стороны, симбиоз замечательных светлых мозгов, будто перетекших из Белого дома в Кремль, трудно им разбираться в этом. То есть мы все, как из Гоголевской шинели, вышли из 93-го года и весь режим. Мы вышли из 93-го года, Виктора Люго. Помните там эпизод, когда Маркис Далантонак, укротившего сорвавшуюся скрепление Коронадо Канонира, вначале наградил? Да, он пушечку, да. Наградил, а теперь сказал расстрелять его, потому что ответственен и за то, что спас корабль, и за то, что корабль обречен. В 93-м году, если говорить одним словом, те, кто вытащил как-то ситуацию для Ельцина в конце 3-го и 4-го октября, они же ее проворонили днем 3-го октября, и они-то уж точно не были заинтересованы в каком-либо расследовании. И все потонуло. Андрей Николаевич, для вас, как специалиста по конституционному праву, что это было, как вы квалифицируете в широком смысле это событие? Я сейчас говорю и об указе Ельцинском 1400, 21 сентября, и затем о событиях 3-го и 4-го октября. Я квалифицирую это как конституционную революцию, или, если угодно, конституционный переворот. И думаю, что в условиях конституционного кризиса это означает, что новая конституция, новый основной закон и последующие законодательства не вытекают прямо из старого, а создаются заново. То есть происходит разрыв правовой преемственности. С юридической точки зрения нет разницы между революцией и переворотом, поскольку в обоих случаях происходит разрыв правовой традиции. Но если все-таки прокомментировать вопрос, который вы поставили, я думаю, что, конечно, историю пишут победители. Победители, безусловно, стремятся легитимировать свой приход к власти. Они опускают некоторые моменты или, скажем так, не афишируют их, которые связаны с силовым разрешением конфликта или, собственно, с переворотом. И с этой точки зрения их позиция понятна. Другая сторона проблемы – это легитимация нынешней политической системы, которая, безусловно, может существовать только в том случае, если она доказывает легитимность своего прихода к власти. Ну и, наконец, третье. Мне кажется, важно поставить этот вопрос в сравнительную перспективу. Многие демократические конституции возникали таким же образом. Россия – это не исключение. Конституция Соединенных Штатов была переворотом по отношению к статьям конфедерации и тем более к праву английской монархии. То есть в основании любого государства так или иначе лежит разрыв конституционной традиции? Не обязательно, но это возможно. Конституции Германии и Японии современные, принятые после Второй мировой войны, были приняты в условиях оккупации. И японцы, например, только через 50 лет, вот сейчас, открыли документы, показывающие, что конституция написана американцами фактически. Ну и, если мы возьмем Францию, Пятую Республику, переворот 1958 года, некоторые квалифицируют это именно как государственный переворот. Таким образом, я не стал бы драматизировать этот факт. Да, это конституционная революция, это переворот. Но это переворот, создавший в целом демократическую, либеральную конституцию, которая положила конец коммунистическому господству длительному, 70-летнему, вернула страну в систему демократических государств и создала правовые основы развития в направлении демократии. Другое дело, что, может быть, это не всегда получается, но... Знаете, вот я здесь хочу зацепиться за слово «революция», даже не обозначая революция или переворот. Меня интересует революционный аспект 1993 года. Вот я хочу такую вот вбросить гипотезу, что то, что произошло в 1993 году, было завершением революции, буржуазной революции, собственно, февраля 1917 года. Шагом к чему был 1991 год, но 1991 год был незакончен, осталась система советов, и осталось нам только демонтировать систему советов, и, соответственно, это произошло таким драматическим способом в октябре 1993 года. Я бы согласился с этой точкой зрения, но хотел бы также отметить, что все великие революции, которые прошли полный цикл революционных изменений, заканчивались реставрацией, как известно. Английская революция, французская, причем реставрацией монархии. В русской революции этого не произошло, реставрации монархии не было, сталинизм не был бы напартизмом. И с этой точки зрения можно сказать, что 1993 год, безусловно, да, возвращает нас к февральской революции, с точки зрения основных конституционных ценностей, которые были уничтожены после распуска учредительного собрания в 1918 году. И как не без основания пишут некоторые исследователи, наша современная конституция очень напоминает тот политический режим, который возник после манифеста 17 октября и принятия основных законов Российской империи в редакции 1906 года. Это сходная система, хотя и без монархии. Хотя и без монархии. Ну, как бы в российской политической системе место монарха так или иначе заполняется какими-то лидерами, да, будь то генеральная секретарь ЦК КПСС или президент. Если говорить о преемственности централизации и достаточно авторитарной системы власти, то да, безусловно. Президент в этом смысле, современный президент, является продолжением монархической и авторитарной традиции, которая существовала в России практически на протяжении всей ее истории. Александр, вы согласны с такой интерпретацией вот 1993 года, как последнего акта буржуазно-демократической революции? Да, я в чем-то согласен. Я в свое время писал об этом, что Ельцин в этой ситуации, а, кстати говоря, затем и Путин в начале нулевых, оба они как бы оказывались в положении, так, ну, конечно, в кавычках, так сказать, такого корниловского мятежа, ну, то есть я имею в виду такой не красной, а белой идеи, попытки один раз и второй раз осуществить какой-то переход через такую контрреволюционную идею, значит, перейти к какой-то новой государственности. Но единственное, что, на мой взгляд, это не печально, ни ельцинский белый такой, белый антикоммунистический шаг не закончился удачно после 1993 года и не привел к переходу от такой авторитарной белой диктатуры к какому-то демократическому правлению в дальнейшем. И точно так же, к несчастью, и мне сейчас это кажется даже более важным, чем 1993 год, я все больше и больше приглядываюсь к 2003 году исторически и думаю о том, почему же период 2001-2003 года не кончился лучше и почему произошло заворачивание опять в пользу такого жестокого централизма. То есть в этом смысле слова я согласен. Имелись две попытки, но все-таки обе они пока вот исторически неудачны. Пока еще не закончились. Ну что же, продолжим наш разговор о том, насколько удалительнее удались попытки революционного преобразования России после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Как вы уже сейчас услышали в нашем промо «Археология общества». И как вы, может, слышали в рекламе, темперамент таракана зависит от финансовых возможностей его носителя, таракана в голове. Но я хотел бы добавить. Он также зависит и от интеллектуальных способностей носителя этой головы. Так что мы по возможности выпускаем «Погулять наших тараканов» по радиоэфиру каждый вторник и среду в 20.00, чем занимаемся и сейчас. У нас в гостях Александр Морозов, русский журнал, Александр Черкасов, центр «Мемориал» и Андрей Медушевский, профессор Высшей школы экономики. Говорим мы о 20-летнем юбилее событий 3-4 октября 1993 года. Черный октябрь 1993 года. Все помним мы кадры горящего, почерневшего Белого дома, словно некое пророчество того, как будут гореть башни 11 сентября, башни-близнецы в Нью-Йорке. И вы знаете, тем, кто к нам только что сейчас присоединился, я хочу напомнить, что вот пытаясь понять, что это такое было, был ли это путь, было ли это восстание, была ли это гражданская война, мы в первой части нашей передачи договорились до того, что это была революция, завершение буржуазной революции 17-го, февраля 17-го и затем частично 91-го года. А революция, как мы все помним, из дедушки Ленина только тогда чего-то стоит, когда она умеет защищаться. Так что вот в этом смысле встает очень сильно вопрос о насилии, насколько правомерно было применение исполнительной властью, Ельцином, насилия против Белого дома, против защитников Белого дома. И здесь я хотел бы спросить вас, наших слушателей, как вы смотрите на 93-й год, оправдываете ли вы применение силы Ельцином? Телефон наш студийный 6510996, код Москвы 495. Оправдываете ли вы применение силы в октябре 1993-го года? Точно так же вы можете проголосовать по этому поводу, прислать нам смс на номер 5533. Пришлите смс с буквой А, если вы оправдываете применение силы Ельцином в 93-м году, и Б, если не оправдываете. Итак, 5533, А оправдываю применение силы, Б не оправдываю. И телефон студийный 6510996. Ну так вот, друзья, к вопросу о насилии. Сейчас Карл Шмидт очень популярен, да, у нас, так сказать, он в такую интеллектуальную моду введен. И вот как раз он же об этом говорит, что это право суверенно, да, чрезвычайное положение. То есть Ельцин просто воспользовался тем самым своим суверенным правом, вот это вот хомо сакер, как говорит Агамбин, да, ввести чрезвычайное положение и тем самым, собственно, продлил конституционный порядок. Ну, все-таки надо разделять. Если мы сегодня не будем как-то, так сказать, относиться к дифференцированным внутри самой ситуации, то мы слишком уж будем вообще смотреть. Дело в том, что все-таки, скажем, кровопролитие и непосредственно применение силы на последней стадии, оно было следствием вовсе не кровожадности Ельцина или его намерения сам вначале душить и давить, или там вводить чрезвычайное положение. Оно было следствием целой серии обстоятельств, которые, в общем, могли бы и не случиться. То есть сценарий, при котором одновременно происходили бы досрочные выборы и президента, и досрочные выборы Верховного Совета, он, в общем, до последней минуты висел в воздухе, был возможен, и были люди и с той, и с другой стороны, которые к этому были готовы. Конечно, огромный фактор заключался в том, что вмешались вот революционеры с другой стороны, то есть мы сейчас говорим, что Ельцин был революционером, но если читать сейчас... Ну да, охранителем, да. Да, если читать, если читать роман Шаргунова, то видно там, наоборот, революционные стихии на улицах, ощущение восставшего народа, которое, значит, сметает ОМОН на своем пути. Вот если бы эти уличные силы не вмешались, то, возможно, мы бы имели другую совершенно картину. Вот поэтому нельзя, как бы, приписывать этой ситуации обязательное насилие в той форме, в которой оно случилось. Это был Александр Морозов. Напомню, что у нас идет СМС-голосование на номер 5533. Присылайте ваши СМС с буквой А, если вы считаете, что оправдание... Вы оправдываете применение насилия Ельциным в октябре 93-го, и с буквой Б, если вы не оправдываете применение насилия. И также можете позвонить нам по телефону 65 10 99 6, телефон прямого эфира. Владимир, слушаем вас. Добрый день, господа. Я студент МГУ исторический средств курс. Вот вы знаете, мы с друзьями часто... Во-первых, считаю, что применение силы правильно. Мы, знаете, с друзьями часто обсуждали не только 93-го, а и 91-го года. Мы сравнили начало 20-го и начало 21-го. И как-то большинство пришли к мнению, что... 20-го и 21-го чего? Века. Века, века, да. И пришли к мнению, что февральская-то она еще впереди, в 17-м будет. И 24-й год он как бы будет тоже в январе. То есть вы проводите... А, вот как, ясно. Все года провели... Слушайте, не дай бог, слушайте, Владимир, не дай бог нам снова прожить 20-й век весь. Потому что будет у нас и 29-й год с коллективизацией, и 37-й... Нет, я имел в виду в плане исторических личностей. А. То есть 17-й февральская она будет такая немножко мягкая, все, а в 24-м человек умрет. То есть вот как тут мы все это подвели, и, знаете, большинство сошлось, что очень похожи. Тех годах, и вот которые сейчас идут до 18-го, понимаете, очень похожи. Ну, так скажем, тогда все-таки была война, то есть мы фактически за год до мировой войны... Ясно, Владимир. История как бы повторяется. Понятно. Так что, Владимир, да, считает, что применение силы в данном случае было оправдано. А как считаете вы? 65, 10, 99 и 6. Максим. Алло. Да, добрый вечер. Да, добрый, добрый. Ну, на вопрос, считая ли правомерным применение силы Ельцина, считаю, неправомерным, поступил антиконституционно. И, ну, у меня единственный вопрос нашим уважаемым, вашим уважаемым собеседникам. Да. Ну, а что принесла по итогу, что принес по итогу нам 93-й год? Ну, на мой взгляд, это разруха, на мой взгляд, это деградация. А что принесла Красная революция? Победу над фашизмом, полет в космос, русские победы. Ну, это произошло, вы знаете, в первые, если посмотреть, что принесла Красная революция в первые годы, после Красной революции, в годы революционного террора, годы репрессий, годы коллективизации. Прошу прощения, прошу прощения, что перебил. Но любая революция сопутствует, вернее, террор сопутствует любой революции и кровь. И то французская революция, там что не было, крови и террора. Ну, интересно, значит, во французской революции вы оправдываете, и красный террор оправдываете, а применение стрельбы баллонками по Белому дому не оправдываете. Я, ну, во-первых, я говорю, что это сопутствует, да, то есть, на мой взгляд, да, это всем революциям сопутствует. Не то, что я оправдываю, но это как факт. А что мы имеем после 93-го года? Что мы имеем, что мы получили? Мы полетели, ну что, полетели на Марс, я не знаю, мы победили фашизм, да, ну, как в аналогии. Какие победы? И вот за красным проектом я видел победы и вижу их. А за этим проектом я не вижу ничего, кроме деградации. Понятно, спасибо. Вот хочу, чтобы ответить. Спасибо за ваше мнение. Ну, что ответите нашему слушателю Максиму? Ну, если я очень коротко скажу одно слово. Да, Морозов, Александр. Отвечая Максиму, надо сказать, что все-таки говоря о 93-м годе, там не было конфликта между белыми и красными, это слишком было бы упрощением. Потому что те, кто находились в Верховном Совете, хотя их сейчас или там после пропагандистки называли красными или красно-коричневыми, но они не представляли альтернативы возврата к советскому. То есть не нужно думать, что если бы Верховный Совет одержал победу, то мы вернулись бы к красному проекту и сейчас полетели бы на Марс благодаря этому. Ну, это, конечно, иллюзия. Да нет, это даже если вспомнить, когда Примаков же тогда пришел, то все говорили, вот красные директора, коммунизм. Так Примаков вообще ультралиберальную программу проводил и играл по тем же совершенно правилам, которые были заданы еще при либеральных составах правительства. Можно? Да, Андрей Николаевич. Я почувствовал интерес слушателей к сравнению начала 20-го века и 93-го года. Сравнение действительно возможно. Хотя масштаб конфликта, конечно, разный. В первом случае это действительно перевороты начала гражданской войны, разруха и массовой репрессии. Во втором случае удалось остановить гражданскую войну. Я считаю, что сравнение уместно вот в каком отношении. Временное правительство в свое время не смогло остановить гражданской войны. Оно не смогло выйти из ситуации двоевластия. Оно выдвинуло, как известно, доктрину непредрешенчества. И говорило о том, что нужно дождаться учредительного собрания, правовым путем выйти из кризиса и установить демократию. Исторический опыт показал, что это иллюзия. В условиях расколотого общества нельзя договориться в ситуации конституционного кризиса ни по одному из вопросов. Я считаю, что Ельцин сделал правильный выбор. Он остановил гражданскую войну путем переворота. И тем самым он фактически не совершил ошибки Керенского. Ведь ошибка Керенского состояла в том, что он не поддержал Корнилова против большевиков. И тем самым Временное правительство оказалось жертвой леворадикального переворота. Ельцин поступил совершенно разумно, проведя эту хирургическую операцию, эту шоковую терапию конституционную, назовем вещи своими именами, для того, чтобы положить конец разворачивающейся гражданской войне. С этой точки зрения, я думаю, он поступил совершенно правильно в этих условиях. Другое дело, что доводить до этого не нужно. Революция — это смерть общества. Это не создание нового общества. Революция должна уступить реформа. Александр Черкасов, я вижу, у вас есть возражения. У меня есть много возражений. Я, пожалуй, не буду копать на такую глубину, потому что можно обращаться к началу XX века, можно обращаться очень далеко. А давайте обратимся к фактам начала 90-х. Во-первых, никакое это не было предотвращением гражданской войны. Танки, въехавшие в Москву 4 октября 1993 года, 26 ноября 1994 года, грубо говоря, въехали в Грозный. Одна маленькая гражданская война, продлившаяся меньше двух дней, — это начало большой продолжающейся войны на Кавказе. По разным причинам и по персональным вы можете найти среди экипажей танков 4 октября тех, кто потом поднанялся из тех же частей повоевать чуть-чуть за оппозицию чеченскую. И потому что из дивизии Дзержинского, из частей внутренних войск у нас есть люди, которые участвовали в событиях октябрьских в Москве, а потом попали в плен в Чечне. И другое — это была лентимация насилия. В августе 1991-го три погибших человека — это уже была трагедия. Здесь же готовы были пожертвовать не полутораста или двумястами человеками, как видимое ограничивается число жертв. Были готовы пожертвовать всеми, кто находился в Белом доме. Когда Ельцину, когда уже было принято решение за несколько дней до, что где-то числа 5-го, наверное, будем решать вопрос, была дана экспертная записка на вопрос, а сколько там может подливнуть. Ну, сколько там есть, человек 600-800, столько, наверное, и может подливнуть. Эта цифра потом, кстати, всплыла уже в утверждениях, что столько, наверное, и погибло. Готовы были к этому. Во-вторых, понимаете, Ельцин сделал чрезвычайное положение. Якобы с 4-х часов 3 октября 1993 года. Ерунда, он только часов 7 прилетел на вертолете, и тогда мог что-то подписать. С 4-х часов начались боевые действия между этими воюющими сторонами. И задним числом, чтобы их оправдать, чрезвычайное положение было введено с середины дня. Действовали силовики, просто потому, что так развивались события. Совершенно верно, последовательность событий. Но почему пошло так? А так пошло потому, что не было в обществе, не было ни с той, ни с другой стороны людей, которые бы, с одной стороны, стремились договориться. Давайте вспомним, что была со стороны Верховного Совета делегация. Была типа Соколов, которая достигла некоторого соглашения с президентской стороной, и которая тут же была дезавуирована. Наличие многих центров силы, наличие радикалов в этой широкой анти-ельцинской коалиции, националистов, привело к тому, что тут мы были фактически обречены на соревнования между разными центрами, и кто радикальнее, тот выигрывает. Александр, вопрос. И в этой ситуации, представьте, сейчас 20 часов 35 минут не 2 октября 2013 года, а 2 октября 1993 года. Вы в Кремле. Ваши действия? Переговоры, которые велись под эгидой патриарха, для обеих сторон на тот момент были не более чем отмазом от реальных действий. Одни тихо готовили прорыв к Белому Дому на третье число, при том, что не все в Белом Доме руководство не знали, что вот это планируется. Другие уже готовились решать все дело силовым путем. Они уже на тот момент отказались от переговорной тактики. Во-вторых, понимаете, это была ситуация, где проигрывает тот, кто пролил первую кровь. Вот если бы днем 3 октября, вот где была, наверное, развилка, если бы днем 3 октября прорвавшиеся к Белому Дому толпы, десятки тысяч человек, не пошли потом, не рванулись к Остантлину, а остались там, сделали бы большой окупай в центре Москвы. И вот тут ситуация могла бы измениться. Но, увы. Ну, это вопрос к людям, протестующим, митингующим на улицах. А люди другие, а люди другие, это не люди принимающие, люди, сидящие в Кремле не принимали решения. И Гайдар тогда не принимал решения. Принимали решения те, кто находился в командно-штабных машинах, те, кто был в Остантлину, они принимали решение, что нужно стрелять. Да. И здесь нельзя отдавать это на откуп, что называется, полевым командирам. Напомню, что у нас идет смс-голосование 5533, пришлите нам смс с буквой А, если вы поддерживаете, оправдываете применение силы Ельцина в октябре 93-го, и с буквой Б, если не оправдываете. Телефон студийный прямого эфира 651099,6. Александр на линии. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я хотел бы поддержать и вот предыдущего Александра, моего тезку, и вот предыдущего позвонившего, что я не поддерживаю никаким образом применение Ельцной силы. Более того, суть-то в том, что вот сейчас уже история как бы потихонечку переписывается, и там уже все эти вещи. У меня 25-го числа, 21-го дня в России было, 25-го сентября уже там было все заблокировано. Я ходил к своему приятелю-депутату, который тайными тропами, потому что их оттуда выпускали, обратно не спускали. Телефоны им выключили, у них не было электричества, он выходил ко мне с синими губами, потому что холодно было, но они боялись это оставить, вернее, уходить оттуда. По 255-й станции по Меунскому узлу было не дозвониться, просто вот такие сразу короткие губки сбили. На площади восстания уже сидели вовсю, так сказать, спецслужбы на верховном, на этом высотном здании, там уже квартиры спортировались. Понимаете, и вот это вот, и общеинформационная следа такая вот как бы через тем, что телевидение было в руках как бы вот с этой стороны Бориса Николаевича. Вот, вот, вот эта ситуация, при которой вот эти вот, они же, они же как безумные пошли на телевидение, не куда-то в другое место, они пошли как безумные в телевидение. Я, у меня мать в это время была в Финляндии, она звонит мне и говорит, а что ты делаешь, я сидел на Шапунова. Она мне говорит, я говорю, наверное, фильмы идут, мультфильмы. Она говорит, какие мультфильмы, у вас на Крымском мосту стреляют, быстро беги к себе в Крылатко. Я уезжал, я минут 20 стоял на Маяковске, шла эта демонстрация. Три обезумевших от того, что они хотели, чтобы вот это информационное, вот это как асимметрия в эту сторону того, что депутаты... По заветам все того же Ленина, почта, телеграф, телефон, мосты. Нет, там не было, не совсем. Ну, они точно так же шли в Останкино. Останкино это почта, телеграф, телефон нынешнего. Абсолютно согласен. Александр, да, спасибо большое, очень ценные воспоминания того времени, но поверьте, у нас очень мало времени в эфире и очень много звонящих. Ну, действительно, да, через площадь Маяковского там такой ключевой момент был, и там их не сумели перехватить, по-моему, да, БТР. Их не сумели перехватить отошедшие туда от Белого дома части дивизии Дзержинского. Их пропустили, потому что приказ такой был. Ну, а что такое, они на нас не нападают. Дивизия Дзержинского в этот момент действовала достаточно автономно, приказов сверху не было. Кроме того, не было ясно, какой объект прикрывать. Вот когда стало ясно, что идут на Останкино, рванулись витязи туда. А так вырвались на многих машинах отряды, которые идут неизвестно куда. На Кремль, куда, не знаем. В общем, трагедия ошибок. Трагедия ошибок. Мы сейчас уйдем на последний перерыв. Перед перерывом, напомню, телефон нашей студийной прямого эфира 6510-99-6. Как вы относитесь к событиям 93-го года? Было ли оправдано применение Ельциным насилия? И смс на номер 5533, буква А, если оправдываете, буква Б, если не оправдываете. Мы уходим на перерыв. Добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о событиях октября 93-го года. В гостях у нас Андрей Николаевич Медушевский, профессоровой школы экономики, Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал» и Александр Морозов, главредактор «Русского журнала». А ваши кто, родители? А чем вы занимались в октябре 1993-го года? Позвоните нам и скажите, как вы относитесь к событиям расстрела Белого... Ну, даже само слово «расстрел», да, был ли расстрел, называть ли это «расстрелом Белого дома». Как вы относитесь к событиям октября 93-го года, оправдываете ли применение Ельциным насилия? 6510-99,6, телефон наш в студии, 5533-СМС. А, оправдываю, Б, не оправдываю. Виктор Вениаминович на линии. Так, добрый вечер. Я категорически не оправдываю, поскольку я знаю, что кровопролитие планировалось заранее. По примеру, ожогового центра больницы Склифосовского. До 25-го числа там не меняли повязки больным в течение 10-ти, а затем уже все больные знали, что 2-го числа их перевезут в разные больницы, поскольку придут раненые и обожженные, и, значит, пострадавшие от Белого дома. Поэтому кровопролитие я не одобряю ни в коем случае. Можно было заранее запланировать более логичное в политическом смысле событие. Ясно, спасибо. 65, вот такая вот теория заговора, все было известно заранее. Почему теория заговора? Это нормальное действие, освобождать койки в больницах, разгружать морги, рассчитывать на худшее. Вопрос, готовились, имели планы или спровоцировали и специально, специально, специально сделали так? Ну да. Андрей Николаевич. Я хотел бы обратить внимание на то, что можно, конечно, свести все дело к эмоциям и описанию детальных событий и количества жертв. Безусловно, все мы не одобряем насилие, и все мы считаем, что лучше было бы найти договорный выход из ситуации. Но если все-таки придерживаться исторических фактов, то нужно сказать, что речь идет о конституционном тупике в 93-м году. Ситуации, когда Верховный Совет не мог отстранить Ельцина, а Ельцин не мог распустить Верховный Совет. И ключевой вопрос был, конечно, вопрос о власти. Вопросы о власти решаются, как известно, с помощью силы. И с этой точки зрения нужно сказать, что здесь имело место формирование двоевластия. Давайте посмотрим, что было на другой стороне. Верховный Совет выдвинул альтернативного президента Рудского. Был сформирован военный совет внутри Верховного Совета, который готовил акции по захвату Кремля. Фактически хунта. Были совершены действия по захвату государственных учреждений и телекомпаний. Телевидение. Телевидение. Кроме того, насилие применялось с обоих сторон. И возможность его разрастания была чрезвычайно велика. Ельцин действовал, безусловно, в условиях чрезвычайного положения, потому что чрезвычайные полномочия ему были даны еще в 91-м году, после подавления августовского путча. Конституция в этих условиях не действовала и действовать не могла. И в этой ситуации действительно все решает сила. Сила оказалась на стороне Ельцина, потому что он получил поддержку армии. Что касается Верховного Совета, то у него сил не хватило. Если бы победил Верховный Совет и вот эта хунта, я не думаю, что репрессии были бы меньше. Они были бы несопоставимо больше, чем те жертвы, которые случились в октябре 93-го года. То есть фактически удалось избежать гораздо большей крови. Я думаю, что да. Это тот случай, когда нужно различать кровь на руках врача от крови на руках палача, как говорил Столыпин. Александр Черкасов. Про Нордос нам тоже говорят, что газом поморили людей, потому что могли всех взорвать. Замечательно. Всегда можно для любого плохого сценария придумать еще худшее и сказать, мы его предотвратили. Ну, если у Ельцина с 91-го года были чрезвычайные полномочия, нацепил товарищ Кольцо Всевластия на палец и давай его вращать. Действительно, возможности были. Нужно ли было их использовать? Были возможности использовать внутренние войска. А утесы, заместители командующего внутренних войск и пион Куликов, пошли в рост после этого, как спасшие ситуацию. Потом он в 95-м вообще министром внутренних дел стал. Много кто из силовиков пошел в рост после 93-го года. И уже эта тактика, силовая тактика диктовала цели, а отнюдь никакие-либо ценности. Да, у тебя есть чрезвычайные возможности, но должен ли ты их использовать или должен понимать, что средства, цель не оправдывает средства. Наоборот, средства подменяют цель. По-моему, все, что было сказано только что, немножко сомнительное. Кстати, сомнительный сюжет с конституционной революцией или конституционным переворотом. Анализировавший, отнюдь не лежащие на 50 лет в архивах, а вполне доступные материалы конституционной комиссии, конституционного совещания, Кирилл Каратеев показал по многим позициям, что конституция писалась достаточно последовательно. И то, что получилось в итоге, это не переписанное заново Ельциным нечто. А там были многие моменты, которые Ельцин бы очень не хотел. То есть, этот процесс был вполне себе эволюционным. Другое дело, что в плане не конституционном, а в плане практики, это был конец. Это был действительно конец того этапа, когда массы в чем-то участвовали. Давайте вспомним. До 91-го года были массовые манифестации, действительно действия с участием огромного количества людей одной политической ориентации. После этого, как реакция, тоже массовые действия, массовые манифестации противников Ельцина, и советы еще были, которые, между прочим, вместе с их средствами массовой информации, был способ вовлечения людей в политику народа, массы. После этого пустыня на много лет. В 90-е и в 90-е все-таки оставалась конкурентная политика. После этого пустыня до начала, ну, до конца 11-го года у нас прекращается политика, как народная политика с участием масс. Гражданское общество оказалось выключено. Масс, да, но политика, политика, политика как партийная, элитная все-таки продолжается. С заглядкой на то, что если что, выйдут танки. Ну да, вот такое мнение Александра Черкасова. Напомню, что телефон наш в студии 651099,6. Оправдываете ли вы применение Ельцином силы в октябре 93-го года? СМС на номер 5533 с буквой А, если оправдываете, с буквой Б, если не оправдываете. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень хорошо помню, что вот нас убеждали реформаторы, собственно, которые были вокруг Ельцина, что Верховный Совет, одно из оправданий, да, борьбы с Верховным Советом, это была невозможность проводить рыночный демократический реформ. Значит, Верховный Совет был разрушен. Поэтому можно подвести итог, какие реформы, собственно говоря, были проведены после 93-го года. Если объективно их оценивать, это были катастрофические реформы для страны и экономические, и политические, с точки зрения демократии, парламентаризма, рыночной экономики. Какой угодно результат вы не возьмете, это была катастрофа, тотальная. Ну, слушай, ну, катастрофа, извините, тотальная катастрофа, когда страна распадается. Мы с вами сидим в 2013 году, вот, слушаем радио, вы, может быть, сейчас и в машине даже едете, и, собственно, я оглядываюсь, окрест меня, да, как это, родящего душа моя, не так, чтобы озвучена. Просто эту катастрофу подморозили потом, немножечко опомнились, понимаете? Я не говорю, хорошо ли это, это плохо, но ее подморозили. Была фактически такая, значит, какая-то консервативная контроволна уже в 2000-х годах, они понимали, что дальше было некуда после Хасавюрта. А что это, не назвал страны? Ну, Хасавюрт, это была логическая, как бы, точка в той политике, которая закладывалась... Подождите, Хасавюрту, после Хасавюрта все-таки была и Вторая Чеченская война, был и Один Кадыров, Второй Кадыров, и сейчас Чечня вообще богатый, динамично развивающийся регион. Я просто хочу, чтобы вот либералы, которые сейчас очень активно начали оправдывать Ельцин и искать новые какие-то, значит, темы для оправданий, они должны понимать, что все, что мы сейчас имеем, это все родилось там, в 93-м году. Не все там родилось, многое до, многое после. Спасибо, спасибо, Андрей. Да. Ну, смотрите, когда вообще начался конфликт между президентом и парламентом? Конфликт с опорой на возможные отряды, пусть не вооруженные. Извините, уже 22 августа 91-го года пошел зондаш отрядов защитников Белого дома, поддержат ли они Ельцина в возможном конфликте с парламентом. То, что после победы будет, нет ли конфликт среди победителей, было очевидно уже тогда. И вот это странное двоевластие, кстати, если вспомнили Хасавюрт, такое же двоевластие установилось в Грозном после так называемой Чеченской революции. Только Дудаев свой парламент разогнал со стрельбой в июне 93-го года. И на следующий день после 4-го октября он первым прислал поздравления Ельцину с тем, что вот все правильно сделал. Здесь, впрочем, родство просто мыслящих душ. Зачем с парламентом дискутировать, если можно говорить на таком простом языке автомата? Упрощение ситуации, это действительно результат. Вопрос в том, не было бы упрощением ситуации победа другой стороны. Наверное, тоже это было бы упрощение ситуации. Ну, по-моему, все действительно упрощение ситуации. То, что вы говорите, надо было переговоры. Но какие, с кем переговоры вести было утром 3-го октября? Была ли возможность переговоров утром 3-го октября? Возможность переговоров. На улицах уже были эти отмороженные люди из Приднестровья с автоматами, уже засели снайперы. Ой, насчет снайперов, вы меня не пугайте. Люди из Приднестровья было десятка, два, наверное, не так много. А вот то, что переговоры должны были быть предыдущие много месяцев, когда вместо этих переговоров, вместо нормального диалога с парламентом, была, к сожалению, линия Михаила Никифоровича Полторанина, которая тогда, по-моему, с ноября 92-го года, когда Яковлев, Егор Яковлев ушел из Остантлина, когда Полторанин определял в значительной степени нашу пропагандистскую линию. Пошло, кстати, упрощение дискурса в том смысле, что Хазбулатов, он не есть плохой спикер плохого парламента, он еще и чечен. И не то, чтобы там есть какая-то охрана у этого парламента, это чеченские банды, которые в Москве, с ними нужно что-то делать. Послушайте милицейские радиопереговоры в ночь с 3-го на 4-го октября. Такое ощущение, что они то ли грозные, то ли Кабул хотят штурмовать. Вот этот целый год упрощения дискурса, если можно так сказать, целый год подмены разговора по существу пропагандой, доведшей в итоге до стрельбы. До того, чтобы... Позразить по поводу упрощения. Упрощением является то, что вы хотите представить Верховный Совет парламентом. Это совершенно неадекватная интерпретация. Верховный Совет чисто советский институт. Советский конституционализм, который лежит в его основе, не знал разделения властей. Он не знал профессионального парламента. Поэтому говорить об этом, как о конфликте президента с парламентом, совершенно неадекватно. Вот я согласен с этим. Второй момент. Нельзя обвинять Ельцина в том, что 1993 год породил Чеченскую войну. Фактически мы имели кризис государства и распад государства после августовского путча и после провала переговоров по сохранению СССР. Все эти конфликты и децентрализация перешли на уровень Российской Федерации. Ельцин сделал очень много для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию. Напомню вам, что федеративный договор 1992 года, который разрабатывался до Конституции, который был изъят Ельцином из Конституции в ночь перед передачей ее на всенародное голосование, вводил ситуацию, при которой республики объявлялись суверенными государствами. Им принадлежала вся земля и все недра. Судебная система не контролировалась центром. Центр не мог вводить в республику в чрезвычайное положение. Вот это действительно была угроза распада Российской Федерации. Ельцин остановил эту угрозу. Если эта дестабилизация привела к войне в Чечне, то нет никакой прямой связи между 1993 годом и этой войной. Боюсь, что я вам возражу. Эта связь появилась 12 декабря 1993 года, когда выяснилось, что на выборах большинства в новом парламенте у нас нет. Одна подготовленная, то есть, к сожалению, не вышедшая тогда книга, называлась «Поражение цели». Что случилось? И тогда в головах тех, кто еще назывался политтехнологами, но им был, возникла светлейшая идея. Перехват электората через перехват идеологии. Нужно сделать нечто национальное и патриотическое, дабы вернуть симпатии тех, кто голосует не туда. И план Шахрая, который был утвержден, по-моему, 16 ноября, но особенно не двигался, был запущен, по-моему, 16 декабря. План переговоров на фоне силового давления. Так что связь здесь вполне генетическая. Это да, это было мнение Александра Черкасова. Вот у нас такая дискуссия Андрея Медушевского и Александра Черкасова. Я же хочу напомнить последний раз. Давайте мы послушаем наших слушателей. 65, 10, 99, 6. Поддерживаете ли вы применение силы Ельцина в октябре 93-го года? И СМС на номер 5533 с буквой А, если поддерживаете применение силы, и с буквой Б, если не поддерживаете. 5533. На линии у нас Александр. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, конечно же, я не поддерживаю применение силы, потому что целовой вариант вообще не самый лучший всегда при решении проблем. Вот до этого говорили о том, что как бы власть зашла вступить, нельзя было разрешить. Ну, вот, например, сейчас в США тоже в парламент и президент зашли вступить. Никто даже мысли не возникает о том, что может им применить силы и так далее. Нужно договариваться. И еще, что самое главное, в чем было итог с 1993-го года, то, что, по сути, у нас было возвращение всему державе в нашу политику. То есть, если, как помните историю, если до революции, у нас все время была проблема в Думе, ответственная перед Думой, перед представителями народа, правительства. А в результате 1993-го года мы получили правительство, которое отвечает не сначала президентом, и отвечает фактически исключительно только перед президентом. В общем, поэтому политика проводилась во многом, она не имела того широчайшего обсуждения, как, допустим, было в районах Восточных уровнях и так далее. Политика проводилась, навязывалась сверху, она никак не обсуждалась, она никак не, по сути, не менялась и так далее. И поэтому пришли в итоге к той ситуации, которую получили сейчас. Ясно, спасибо, Александр. У нас буквально полторы минуты в эфире осталось. Вот я, может быть, здесь спрошу нашего конституционного специалиста Андрея Медушевского. Вот то, что произошло в 1993-м году, это вызвало дальнейший кризис российского парламентаризма и конституционализма. Вот глядя на 20 лет назад. — Нужно разделить этот вопрос в краткосрочной перспективе и в долгосрочной. Если мы возьмем указ 1400, известный, 21 сентября, о поэтапной конституционной реформе, то там, помимо положения о распуске Верховного Совета при остановлении конституции и собрании конституционного суда, был пункт о том, что созывается Государственная Дума и проходят в нее демократические выборы. И, как мы знаем, на этих выборах победили левые партии, и коммунисты длительное время оппонировали Ельцину, который мог проводить свои реформы исключительно указами. Поэтому сказать, что в краткосрочной перспективе это остановило демократические реформы, мы не можем. Но нужно сказать и о том, что действительно в конституции есть определенный конфликт между правами, блок прав международно ориентированных и очень сильной президентской властью. Конечно, это дает основу для определенных авторитарных тенденций в дальнейшем. Это порождение 93-го года. Очень коротко наше голосование. Смотрите, когда Левада в целом 93-м году спрашивал, 51% поддержал Ельцина, 30% были против. В 2010-м 20% за Ельцина, 60% против. Сейчас наше голосование 12% поддерживает, 88% против применения силы. Тем не менее, это наша история, ее надо помнить, о ней надо говорить. Не забывайте октябрь 2003-го. Доброй ночи.